А-ау-у-у Всаживайтесь поудобнее, дорогие зрители! Сейчас я буду наделять вас навыкам сверхбыстрого усвоения информации. Ну, может у кого-то это и работает, но я доверяю только проверенным методам. Друзья, сегодня я расскажу про лучшей техники запоминания для учителей и учеников, которые я попробовал сам. Мой первый проверенный способ – это мнемоника. Мнемоника поможет вам и вашим ученикам в запоминании чего угодно. Мнемоника! Чтобы помнить все! Не иметь предупреждений. Нет необходимости конституции с действием. Чтобы запомнить слово или понятие, нужно найти для него яркую и смешную ассоциацию с реальным объектом или субъектом. Ассоциации можно придумать по-разному. Это могут быть созвучные имена или смешные картинки для детей, мемы для тинейджеров, ну и так далее. Хотите применить технику посложнее – создавайте акронимы! Например, вот так. Ой, ну что вы что, вот вам хороший пример акронимов. Он поможет запомнить порядок слов в вопросительном предложении. А еще можете повеселить своих детей, дать им задание написать стихи или рэп с использованием тех слов, которые они никак не могут запомнить. Чувак, третий раунд, как у Махмуда, йоу, это не круто! Второй метод – метод локусов. Как запомнить длинную речь? План выступления или пересказа – используйте метод локусов. Другие названия этого метода наверняка вам встречались в кинематографе. Дворец памяти, чертоги разума, умственная прогулка… А будет чертоги разума у меня, как у Шерлока… Представьте, что вы стоите у себя дома. Мысленно пройдитесь и запомните все, что вас окружает. Те предметы или места, которые вы увидели ярче всего и будут локусами для хранения информации. Если вам требуется запомнить слово, придумайте ассоциацию между ним и объектом в доме. Когда использовать этот метод? Во-первых, расселите по квартире план занятия. Тогда вы не забудете, в каком порядке и что хотели рассказать. Если построите урок от прихожей до самого дальнего уголка – на кухне. Ну, или каким маршрутом вы обычно ходите по квартире. Во-вторых, расскажите об этом методе ученику, который учит презентацию, пересказ или просто новые слова. Кстати, в запоминании новых слов отлично помогают игры на уроке. Рассказываем о лучших из них в нашей брошюре, которую вы можете получить в подарок, пройдя по ссылке в описании к этому видео. Она называется «20 плюс проверенных способов улучшить уроки». А теперь приготовьтесь узнать третий метод. Мой самый любимый, который захватывает умы и сердца студентов. После него они будут помнить вас вечно. Ну, и слова, конечно, тоже. Сторителлинг. По-моему, я про него уже рассказывал. Сторителлинг напрямую связан с работой памяти. Мы рассказываем историю и расставляем акценты на том, что заставляет наш мозг любить ее и запоминать. Красочные образы, захватывающий сюжет, ну и так далее. Ну, вот, скажем, ученик никак не может запомнить несколько слов уже полгода. Так вот, пусть напишет короткий рассказ с использованием этих слов. В одном черном-черном сити, на одной черной-черной авенею, в одном черном-черном меншин, на черном-черном силинг висит черный-черный кофин. Вылезает из него черная-черная witch и говорит. Анатолий Батькович, I get it. Но прекращайте daydreaming на педсоветах. Вы подрываете всю дисциплин в коллективе. Последний прием, о котором я сегодня расскажу, связан с лирической темой, с запоминанием стихов. Иногда я просто плачу, когда вижу, как бедные детишки учат стихи наизусть, и ничего у них не получается. Но вы почти сверхчеловек, вы точно можете им помочь. Запишите стихотворение или его часть на доске и попросите ученика прочесть его вслух. Затем сотрите два-три слова и снова читайте, восстанавливая пропуски в памяти. И так делайте до тех пор, пока стихотворение не исчезнет с доски полностью, надежно застряв в голове ученика. И надолго. Ведьмаку заплатите чеканой мане. Может быть, какие-то из перечисленных способов показались вам интуитивно знакомыми. Это неудивительно, ведь наш мозг сам порой подсказывает, что нам нужно. Вот, кстати, еще подсказочка. Подпишитесь на наш YouTube-канал SkyTitch и нажмите колокольчик. А я говорю вам спасибо за то, что вы досмотрели наше видео. И до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи на канале SkyTitch. Вылезает из него черная-черная witch и говорит. What you said about my mama? А-ча-а-ча. Джимми-джимми. А-ча-а-ча. Мне Моника, чтобы помнить все. Это же нужно выучить все. Мы не поставим быстренько суфлер, нет? Нет. Блин. До скорой встречи.